Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. С первой сессией вновь избранные депутаты приступили к работе. Осень – время активной политической жизни. Политсовет Анапского отделения партии «Единая Россия» собрался на первое после прошедшего 13 сентября единого дня голосования заседание, чтобы подвести итоги выборной кампании и определить кандидата на пост председателя нового состава Совета депутатов. 18-ю конференцию Анапского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» открыл его секретарь, глава города-курорта Сергей Сергеев. Давая оценку прошедшим на территории Анапы трем выборным кампаниям, он отметил, что выборы были политически спокойными, прозрачными и открытыми. На избирательные участки пришли 49,44 избирателей от списочного состава. Для Анапы за последние, наверное, десяток лет это результат очень положительный. И самое главное, что это не только достаточно высокий процент явки, а еще и яркий показатель гражданской активности нашего населения. За губернатора Краснодарского края Венина Ивановича Кондратьева за кандидата к губернатору отдали голоса 88,3% избирателей. Это больше, чем в среднем по краю. Большинством «Единая Россия» представлено в новом составе Совета города-курорта. Глава НАПа отметил, в депутатском корпусе 11 новых имен. Это хороший показатель. Всегда нужны свежие силы. В сегодняшних экономических условиях работа предстоит непростая. Сегодня, что бы нам ни говорили, нам придется прикладывать сверхусилия, для того, чтобы продолжать благоустраивать наш город, для того, чтобы продолжать развивать экономический потенциал и еще многое-многое. Конференция провела тайное голосование и предложила фракции поддержать кандидатуру Леонида Кочетова на пост председателя Совета депутатов. На первой после прошедших выборов сессии депутаты Анапы избрали председателя Совета и проголосовали за изменение структуры парламента. Глава курорта Сергей Сергеев поздравил депутатов и пожелал свой статус народных избранников подтверждать реальными делами. Первая сессия для решения оргвопросов. Зарегистрирована депутатская фракция партии «Единая Россия», куда вошли 26 из 27 избранных депутатов. Глава Анапы Сергей Сергеев, основываясь на решении партийной конференции, предложил на пост председателя Совета Леонида Кочетова. Предложение было единогласно поддержано. Мне кажется, что здесь в нашей деятельности, в депутатской деятельности, опыт работы очень важен. И тот неоценимый бесценный опыт, который есть у Леонида Ивановича в качестве председателя, мне кажется, что его надо и дальше продолжать в хорошем смысле использовать и поддержать кандидатуру Леонида Ивановича Кочетова. Единогласно принято решение и об изменении структуры Совета. Появится два новых комитета для работы с ветеранами и казачеством, а также по вопросам культуры, СМИ, молодежной политики и спорта. В завершении сессии Сергей Сергеев обратился к депутатам с напутствием. Мэр Анапы подчеркнул, единой командой надо работать на благо жителей курорта. Я хочу порекомендовать вам быть политическими лоббистами в хорошем смысле этого слова. Продвигайте интересы своего округа, своих избирателей. Активно участвуйте в жизни людей. И, наверное, немаловажно еще, обходитесь без популистских обещаний. Работа нам предстоит очень сложная. Я требую от депутатского корпуса порядочности в бизнесе. Вы должны быть примером для всех остальных. Еще одна убедительная просьба из уст главы – участвовать во всех значимых общегородских мероприятиях. Только так можно сохранить богатое историческое и культурное наследие Анапы. Люди должны слышать и чувствовать, что их реально слышат и не на словах, а на деле решают их конкретные проблемы. Я хочу вам в этой работе пожелать удачи. Уверен, что все получится. Следующая сессия пройдет уже в начале октября. Не заплатили налоги? Тогда приставы идут к вам. 1 октября – крайний срок оплаты имущественных налогов. Рейдовые мероприятия по адресам злостных неплательщиков проводит служба судебных приставов. Долг по налогам от 100 тысяч рублей. И можно остаться без права распоряжаться своим имуществом. А потом и вовсе его лишиться. Сегодня рейд по взысканию налоговой задолженности прошел по пяти адресам в Анапе. Тем, кого застали дома, вручили требование явиться в службу приставов. За невыполнение – штраф. Возможно, даже задержание на 15 суток. В результате мероприятия было изъято имущество, такое как автотранспорт, недвижимое имущество арестовано. И хочу предупредить, что в случае неуплаты задолженности по налогам у каждого должника будет ограничен выезд за пределы Российской Федерации. Будут арестованы и списаны денежные средства со счетов в банках. Транспортный, земельный и налог на имущество в этом году оплачиваются до 1 октября. Не пополняйте черный список неплательщиков. Если вам не пришло уведомление об оплате налогов по почте, можно получить его, обратившись в инспекцию Федеральной налоговой службы по адресу Анапа, Шевченко-1. Сотрудники Анапского отдела службы наркоконтроля задержали преступную группу, торговавшую наркотиками синтетического происхождения, спайсами, солью. Три жителя Славянска-на-Кубани и один житель Анапы занимались незаконным промыслом через сеть интернет. Изъята партия наркотических средств на 30-50 тысяч рублей. Преступники задержаны, следственная группа выясняет роль каждого фигуранта, а также источник наркотических средств. Каждому наркоторговцу грозит срок лишения свободы от 8 до 15 лет. Вердикт вынесет суд. И к другим темам. Укладка тротуарной плитки – лучшая альтернатива сплошному асфальтированию. Она имеет массу преимуществ перед асфальтом. На солнце не плавится, легко моется, красиво вписывается в ландшафтный дизайн. Сегодня не проблема приобрести такую, чтобы стало настоящим украшением города. Что происходит со старой плиткой? Наш курорт стремится быть не только уютным, но и современным. Новый прогулочный бульвар на улице Терской в лучших традициях европейских курортов стал еще одной достопримечательностью Анапы, без которой нам уже сложно представить наш любимый город. Бульвар выложен новой красивой плиткой. А куда делать старое, интересуются анапчане. В управлении жилищно-коммунального хозяйства нам показали акты, по которым вся снятая плитка была передана в сельские округа. Ее внешние данные уже не соответствовали ни стилевому, ни качественному покрытию центрального бульвара в городе. С признаками шелушения, где-то уже прям потресканная была, ну просто лопнутая. То есть, ну конечно были там нормальные элементы, но они уже как бы и даже внешний вид имели неприглядное. Тем более для курортной части совсем никак. После демонтажа, как бы они были все, вся плитка была передана по актам в сельские округа и уложена там, либо находится в стадии укладки. Самый большой объем тротуарной плитки в 1200 квадратных метров пошел на обустройство оживленных пешеходных тротуаров Витязева по улице Лазурной. Курортная зона теперь выглядит как ей и подобает. 350 квадратов лежит во дворе Дома культуры микрорайона Алексеевский. Чтобы здесь постелить плитку для детей, чтобы в летний период детская площадка работала и на свежем воздухе, то есть с утра. У нас еще хорошая погода, солнце здесь, ну тенечек. Чтобы мы здесь поставили свои мальберты, лавочки, рисовали. Потом мы хотим, конечно, сделать летнюю эстраду небольшую, такую, знаете, как навесик, чтобы дети и танцевали, и пели. То есть здесь очень удобно. У Дома культуры в Красном Кургане тоже появилась тротуарная дорожка. И после завершения строительных работ на храме, вокруг него будет вымощена целая площадь. Хорошее дело сделано. И в городе новый узнаваемый красивый объект появился. И на селе благоустроены самые ключевые точки. Может быть, не так просто все сразу благоустроить. Но этот процесс идет. И это главное. В нашем городе продолжаются заседания первого зонального этапа краевой конференции на тему «Патриотизм современной молодежи. История и современность». Педагоги-студенты филиала Российского государственного социального университета обсуждают темы войны, мира, дружбы, патриотизма. Формат выбран не случайно. В рамках конференции у каждого есть возможность поделиться своей позицией. «Патриотизм, я цитирую, это, пожалуй, единственный фундамент, на котором может развиваться дальше наше российское государство. Именно этот фундамент может объединить наш многонациональный народ. Быть патриотом – это значит быть готовым отдать свой священный долг перед Отечеством». Участники конференции – это доктор педагогических наук Лариса Ильченко, основатель и руководитель традиционного культурного центра «Русские морозы» в Москве Сергей Мещеряков и главный специалист управления делами Совета муниципального образования Александр Трущенко. Конференция подобного формата необходима, во-первых, не только для студентов, но и для преподавателей. Для студентов нужно, чтобы воспитывался патриотизм, а для преподавателей такие конференции необходимы для того, чтобы передавать свой личный опыт как раз-таки подрастающему поколению студентам. В Анапе молодежь активная. Для студентов важно, чтобы их слушали и услышали. Им есть, что сказать обществу. Конференция на самом деле очень интересная, потому что на территории города-курорта Анапа неоднократно проводились подобные конференции. И сегодня много было обсуждений в плане, кто такой патриот и почему он должен быть патриотом. И я думаю, каждый молодой человек для себя вынес большую информацию, полезную информацию, которую можно в дальнейшем применять и передавать молодежи. Лидия Веремеенко, мама погибшего солдата Юрия Веремеенко, присутствовала на конференции и со слезами на глазах слушала каждый доклад студента. Она дала молодежи наказ никогда не забывать историю своей страны, воспитывать в себе патриотизм и любовь к своей родине. И к новостям спорта. Свыше 200 спортсменов со всей России сразятся за звание лучшего. Она попринимает участников 24-х открытых всероссийских соревнований под зюдо. Парад команд открыл состязание, которое проходит на базе оздоровительного лагеря «Энергетик» в поселке Суху. Спортсмены 17 регионов России борются за звание мастера спорта под зюдо. Анапа – один из процветающих полотов не только Краснодарского края Российской Федерации. Анапа занимает призовые также места в международном рейтинге в городах. Поэтому мы с радостью готовы встречать наших гостей, в том числе и участников соревнований. От главы города я всегда лично хочу пожелать всем воли к победе, но и, конечно, победы. В составе команды Краснодарского края четыре спортсмена из Анапы. Воспитанники первой спортивной школы. Елена Брелякова, Самвел Бабиньян, Евгения Ахметьянова и Валиханда Лаглонян. Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что есть не только мы, все-таки относительно мы уже взрослые, а приходит сюда очень много малышей, которые смотрят, для которых мы являемся кумирами. И это очень правильно, что они не где-то на улице, а именно растут в спортзале, в здоровой атмосфере. Почетным гостем на церемонии открытия турнира стал ветеран Великой Отечественной войны анапчанин Анатолий Ильич Шилов, который с большим удовольствием наблюдал за нашей спортивной молодежью. Завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 25 сентября в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-28 градусов, ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров притутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа», в которую можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.